Сбивая российский самолет, Турция преследовала чутко определенные цели. Это утверждение сегодня косвенно подтвердил сам Реджеп Таип Ардаган. Президент Турции заявил, что атакуя, они лишь обеспечивали свою безопасность и права своих собратьев. Кто эти люди? Какие у них права? Самое главное, от кого и почему их надо защищать? Попыталась предположить Анастасия Ефимова. Вектор турецкого общественного мнения за последние сутки радикально изменился еще накануне. Оно было подчеркнуто холодным и отстраненным, с вполне откровенным и циничным признанием, мол, да, это мы сбили российский самолет, о чем ничуть не сожалеем. До откровенно панического, которым оно стало уже этим утром, когда стала очевидна общественная реакция и тот международный резонанс, который вызвали действия Турции. Конечно, в этой ситуации все очень ждут заявлений президента Реджеба Таипа Эрдагана, и они последовали. Сегодня в Стамбуле он открывал конференцию по экономическому и коммерческому сотрудничеству стран исламского партнерства. Правда, говорил, конечно, вовсе не об экономике. Начал свою речь Эрдаган предсказуемо с оправданием. Мол, никакого эскалации взаимоотношений с Россией Турция не хотела. Однако потом прозвучали слова, которые заставили всех участников конференции насторожиться. Эрдаган заявил, что сбивая российский самолет, Турция защищала свою территорию, а также, цитата, интересы своих братьев. Никакого намерения обострять этот инцидент. Мы только защищали нашу собственную безопасность и права наших братьев, живущих на этой территории. Заявление Эрдагана звучит как минимум двусмысленно, прежде всего потому, что опровергает всю звучавшую до этого официальную риторику. Ну, во-первых, он заявляет о поддержке, цитата, своих братьев, а это сирийские туркмены, 12 военизированных отрядов, которые борются с регулярной армией Башара Асада. Но и даже это не самое главное. Здесь прежде всего важно то, что защищая интересы своих братьев, очевидно, что и действовать могли на их территории. А территория сирийских туркменов – это северная Латакия, то есть территория Сирии, над которой, скорее всего, и пролетал российский самолет, не нарушая воздушного пространства Турции. О чем все это время так долго и доказательно говорит российское министерство обороны. Получается, слова Эрдагана фактически подтверждают эту точку зрения. Но, возможно, турецкий президент оговорился, возможно, последуют некие уточнения. И этих уточнений ждут не только в Турции, но и за рубежом. Анастасия Ефимова, Виктор Виноградов. Вести. Стамбул. Турция.